Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе высказался о нашей стране как об отрицательном примере в плане соблюдения прав и свобод. Известный своей жесткой позиции по отношению к Западу и как лидер, обвиняющий европейские страны и США в том, что они пытаются втянуть Грузию в российско-украинский конфликт, Кабахидзе призвал западных партнеров обратить внимание на то, что происходит с демократией в Молдове. На пресс-конференции он заявил следующее, цитата. «За последнее время в Молдавии закрыли около десяти телекомпаний. В Молдавии ограничен политический плюрализм. Молдавия является членом СНГ. Но об этом никто не вспоминает, когда критикуют Грузию. К Молдавии нет такого интереса со стороны Запада, какой есть по отношению к Грузии. Мы видим в этом предвзятости двойные стандарты. Грузия надеется на то, что США сформируют по отношению к Грузии справедливый, правильный и прагматичный курс. И тогда мы сможем перезагрузить отношения», – заявил грузинский премьер, которого цитирует российское издание «Взгляд» в статье о взаимоотношениях между Грузией и США. «Пока же конкретные силы в США имеют по отношению к Грузии интересы, которые не отвечают нашим национальным интересам. С будущего года надеемся вернуть наши двусторонние отношения на прежние рельсы», – сказал Ирак Лейкабахидзе. Следует отметить, что после принятия грузинским парламентом так называемого закона об иноагентах, а также пакет мер против сообщества ЛГБТК+, официальные представители Евросоюза пересмотрели позиции в отношении этого государства в качестве кандидата на вступление в ЕС. Соединенные Штаты также объявили о широком переосмыслении взаимоотношений с Тбилиси. В то время как Молдова начала подготовку к переговорам о вступлении в Европейский Союз, этот процесс был официально приостановлен в отношении Грузии с 27 июня. Одновременно было заморожено выделение 30 миллионов евро, предназначенных Министерству обороны этой страны. При этом в Молдове милитаризация ведется ускоренными темпами и сопровождается интенсификацией военных учений и сборов, что признают и сами резервисты, по словам которых, в военных учениях они до этого не участвовали с периода срочной службы. Что касается заявлений грузинского премьера, связанных с ликвидацией многих телеканалов Молдове, ранее официальный Кишинев неоднократно отвергал обвинения в давлении и репрессиях в отношении СМИ, не разделяющих позицию властей. Однако то, как это было сделано без внятных аргументов, в условиях невозможности опротестовать решение в судебном порядке из-за искусственного затягивания рассмотрения дел, большинство экспертов заставляет думать иначе. Они утверждают, что таким образом власть заставляет замолчать неугодные СМИ. Напомним, в течение полутора лет власть под различными предлогами приостановила действия и даже отозвала лицензии на вещание 13 телеканалов и закрыла более 50 информационных порталов. К концу прошлого года Молдова опустилась на три позиции в рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ».